Дианисио Добро пожаловать в Лиму, столицу Перу. Это «Жизнь других». В Лиме постоянно происходит землетрясение. Но при этом, что такое дождь, здесь мало кто знает. Здесь уживается сумасшедший ритм мегаполиса с традициями индейцев. А вот как здесь уживается почти 10 миллионов жителей, я вам с удовольствием все расскажу. Лима – экономический, политический и культурный центр страны. Город на Тихоокеанском побережье Южной Америки уместил в себе треть всего населения Перу. Хотя поговаривают, что на самом деле жителей здесь гораздо больше. Просто в многочисленных трущобах переписи никто не проводит, поэтому реальных цифр не знает никто. Семья Мигели и Джанет живет далеко от трущоб. Воспитывает 15-летнего сына и, как многие местные жители, старается держаться подальше от опасных районов. А вот Хуста Хесос со своим псом Юки не боятся преступников. Ведь они каждый день имеют с ними дело. То запрещенные вещества у кого-то найдут, то взрывчатку обезвредят. Тем самым спасает тысячи жизней. Цезарь тоже помогает людям. Лечит им душу и тело. В общем, помогает как может. Но вот что ему не подвластно, так это вызвать дождь. Вы знаете, в Лиме практически нет дождей. Но при этом почти у всех жителей есть зонты. Вы спрашиваете, зачем? Как зачем? Спрыгаться от солнца, от солнца. Лиме очень повезло с погодными особенностями. Мало того, что из-за близости океана в городе абсолютная, стопроцентная влажность, так еще и нормальных дождей никто не видел. Пару раз в год идет какой-то мелкий моросящий дождик. Но что такое ливень или дождь с теной, я отродясь не видел. Весь город осыпан зеленью, деревьями и кустами. А поля, где растут овощи и фрукты, я вообще молчу. Но чего это стоит? Местным властям и фермерам. Чтобы наши растения не погибли, мы вынуждены проводить специальные искусственные системы полива, чтобы каждый кустик в городе и каждый росток на поле не сгорел под палящим солнцем. Побывать в Перу мечтают многие, но путь сюда не близкий. И хотелось бы не переплачивать за билеты. Для этого достаточно зайти в приложение Авиасейлс и найти самую выгодную цену на перелет, в которую уже включен багаж. Также с помощью приложения Авиасейлс можете отследить страны, куда можно лететь, путешествовать и какие там ограничения из-за ковида. Но если дожди не особо влияют на уровень жизни типичного перуанца, то вот наличие образования здесь играет очень важную роль. В школу в Перу дети идут с шести лет. Тут они учатся читать, писать и эвакуироваться. Вот так вот в кружочке. Эвакуация учит детей еще с подготовительной школы. А четыре раза в год и вовсе проводят обязательные учения. А в остальном все предметы такие же, как и у нас. Физика, математика, химия, география. Ничего сверхъестественного. Многие родители из кожи вон лезут, чтобы отдать ребенка в частную школу. Несмотря на то, что они стоят примерно 800 солей в месяц, а государственные абсолютно бесплатные. Но и разница в них существенная. В госшколах учатся в две смены. Здесь также не хватает рабочих материалов, нет футбольных полей, капитальных ремонтов. А вот колоссальное отличие с нами заключается в том, что здесь летние каникулы у школьников проходят с конца декабря и до начала марта. Ну что вы хотели, Южное полушарие? Оно такое. На каникулах нас без домашки не оставляют. Задают упражнения по всем на свете предметам, сдают какой-то проект, а еще обязательно выдают список литературы, чтобы мы не расслаблялись. Родители тоже без списков школа не оставляют. Вот, правда, им дают перечень концтоваров, учебников и адрес ателье, в котором можно заказать школьную форму. И чтобы узнать, что именно детям нужно в школе, я решила составить компанию перуанскому папе Вадиму во время похода в магазин. У меня самое интересное, что брат Вадим, но он не перуанец. Откуда у тебя такое имя? Интересно? От родителей. Мама с папой придумали. Чисто перуанское имя. Интересно. Расскажу брату. Так, значит, скажи мне, это список вам дала школа, что нужно купить ребенку, да? В школу. Ничего себе списочек у вас. Вот это да. А сколько лет ребенку? Моей дочке 6 лет. Так, ну что, давай идем по списку тогда. Значит, что нам нужно купить? Фломастеры для рисования. Выбираем что-то не очень дорогое. Взяли, значит. У нас фломастеры сколько? 5,70. Дальше мы купили набор для рисования, краски, кисточки, альбом примерно на 45 солей. А еще ножницы за 5 и клей за 4,50. А еще по списку мы купили блокноты, бумагу, ручки, карандаши, линейки и пенал. В общем, практически все из списка, который дала школа, а он внушительный. 38 пунктов, что нужно купить ребенку. А если ты что-то не купишь, что будет ребенку, не знаю, или тебе? Я просто подведу своего ребенка. Она без этого не сможет учиться. Ну, это вообще, это очень дорого, да? Вот весь список. Сколько приблизительно тут денег у тебя ты оставишь в этом магазине? Мы предварительно подсчитали, получится где-то 500 солей. А еще форма где-то 80 солей, плюс учебники. Начало учебного года мы ждем с ужасом. Ведь я потрачу минимум 300 солей на все про все. Да на эти деньги наша семья может питаться целый месяц. Ну вот, так сказать, Вадимушка, давай 290 солей. И все, собрали ребенка в школу, слава богу. Это без формы, без учебников, правильно? Учебников еще нету. Без ничего, только вот мелочевка всякая. Давай. Красота. Кстати, портфели и рюкзаки в Лиме могут пригодиться не только школьникам, но и взрослым. В большинстве домов есть специальный тревожный рюкзачок, в котором хранятся документы, теплая одежда, консервы, вода и, конечно же, деньги. Из-за регулярных трясок многие живут как на пороховой бочке и постоянно готовы к экстренной эвакуации. Наша страна находится в очень сейсмически активной зоне. Из-за стыка двух подземных плит ежегодно происходит 850 ощутимых землетрясений. По всему городу, вот вы можете увидеть вот такую букву «С». Это обозначает безопасное место. Если вдруг землетрясение, то сирена сработает. И за две секунды вы должны оказаться вот на такой букве «С». Потому что для вас это будет безопасно. Ну, за две секунды, я не знаю, это уже ваши проблемы, как вы здесь окажетесь. Если раньше о землетрясении многие узнавали, когда мебель в комнате начинала ходить ходуном, то сейчас по всему городу начинают устанавливать вышки, которые будут предупреждать о надвигающейся опасности при помощи сирены. Вот, правда, сирена срабатывает лишь за пару секунд до землетрясения. Государство выделило бюджет в 40 миллионов солей, чтобы в каждом районе города была своя вышка. Также ежегодно во все организации, службы, компании и учебные учреждения мы высылаем правила поведения и эвакуации при землетрясениях. Но на что здесь точно не влияют никакие землетрясения, так это на сельское хозяйство. Ведь тот же картофель растет здесь на ура. Я была на многих рынках в мире, на мясном, на рыбном, на овощном. А здесь, в Лиме, я попала на картофельный рынок. Вы когда-нибудь видели именно рынок, на котором продается только один картофель? А знаете почему? Потому что... Перу считается родиной картофеля. В каждом нашем доме, на каждом столе вы найдете картофель. Мы можем есть картофель на завтрак, обед и ужин. Поэтому покупаем его часто и много. В Лиме находится лаборатория, в которой хранятся семена около пяти тысяч видов картофеля. И если вдруг где-то в мире пропадет весь урожай и не останется нужной рассады, то на помощь придет эта лаборатория. В лаборатории работает сто человек, которые не перестают изучать картофель и даже могут придумать новый вид и сорт. Вот правда, на это нам потребуется примерно 12 лет. По словам этих ученых, многие существующие виды картофеля съедобны. Но в самой Лиме особенной популярности пользуются примерно 30-40 видов, которые запросто можно найти на рынке. Хотя вот у Виолетты, например, выбор особо невелик. Лишь сорт уника и канчан. Что бы это ни значило. Ну, а по вкусу он не отличается? Да, конечно. Канчан больше подходит для варки. Уника для жарки. Мне сказали, что у вас здесь в Перу, я не знаю, прям десятки видов разного картофеля. Это правда? На нашем рынке около 20 видов картофеля. А вообще в Перу их более трех тысяч. Три тысячи видов картофеля? А что с ними можно делать? Я не знаю, варить, жарить. А что вы еще делаете с ним? Можно тушить и запекать. Сделать рагу или пюре. Ой, я аж проголодалась. Все равно так захотелось. Картофельное пюре. Пойду-ка я куда-то пройдусь. Многие говорят, что картофель – это сплошной крахмал и не едят его. Но, как ученая, скажу вам, в картофеле столько микроэлементов и витаминов, что он даже полезен для профилактики рака. Для инвестиций нет неудачного времени. Для этого надо лишь выбрать надежного брокера и открыть счет. Фанк-центр «Кредит», имея 30-летний опыт, предлагает быстрый и удобный способ открытия счета онлайн. Открыть счет можно быстро и удобно из любой точки мира. А начать инвестировать с любой суммы, даже небольшой. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше возможностей у вас появится. Вспоминаешь праздничный стол с шубами, оливье, драниками, винегретами. Ой, так это ж не застолье получается, а сплошная профилактика. Кстати, перуанские хозяйки тоже любят готовить. Во-первых, многие здесь питаются именно дома. А во-вторых, если не они, то их дети весь день могут быть голодными. Ой, я в государственном детском саду. Сейчас в каникулу нет никаких детей, поэтому могу делать все, что хочу. Ну, почти. Хочу сказать, что государственные садики здесь абсолютно бесплатны. Вообще, даже за еду платить не надо. Вы спросите, как вот это так? А вот там их тут просто не кормят приходить со своей едой. И садики работают до 12 дня. Все, пришел, бесплатно до 12 побыл, поел своей еды и пошел вот так. Более того, в этот сад мечты не так легко и попасть. До пандемии в дни подачи документов под дверьми сада выстраивались очереди. Некоторые даже ночевали здесь. Ведь количество мест ограничено, а желающих полно. Можно, конечно, устроить ребенка и в частный сад, но он стоит от 300 до 800 солей. Ай, вот это веселье, вот это я понимаю, вот это радость. Как вы думаете, где я? Если радость, то, скорее всего, праздник. И вы будете абсолютно правы, потому что я в полицейском участке. А если быть точной, в столовой этого самого участка. Здесь мы проводим дни рождения. В тот угол ставим торт, угощение и делаем общее фото. В этом углу, да, встали, знаешь, с тортиком спели, да? О, ну то есть как бы сразу сцена готовая, да, всегда. А пока вечеринок нет, полицейские здесь прекрасно питаются трижды в день. Что у вас тут на обед? Рис с курицей и овощами. А ты мне скажи, ну вы платите за обед или вас бесплатно кормят? Мы не платим ни копейки, все государство. Но бесплатно здесь кормят не только полицейских, но и собак. Ведь они здесь такие же полноправные работники. И в случае обвалов или землетрясений, именно они приходят к местным жителям на помощь. Так, а что у вас тут происходит? Почему все валяется? На этом месте мы проводим симуляции землетрясений. В данный момент на этом поле спрятан человек, и наш пес будет его искать. В смысле спрятан? Где спрятан живой человек? Как понять? Под землей спрятан. А наш пес с помощью нюха найдет его и даст нам сигнал. Да ты что? То есть прямо под землей вы засунули человека? Да вы изверги какие-то. А где вы берете этих собак? Вы берете уже взрослыми или берете маленьких чайночечков и начинаете их тренировать с детства? Нам местные жители дарят собак. Мы берем их в возрасте до двух лет. Важно, чтобы они были игривыми. Ой, есть у меня три очень игривые собачки. Вам они подойдут идеально. Они лягут и могут и, знаешь, человека изображать живого под землей. Ну, если их покормить только. Шпицы, таксы, чихуахуа и щейками не станут при всем желании. А вот овчаркам, ретриверам и доберманам нет в этом деле равных. А как вот собаку научить, чтобы она, не знаю, нашла вот бомбу? Вот как вы учите собаку конкретно? Собачью игрушку на несколько дней мы убираем в ящик с порохом. Она пропитывается его запахом, а потом игрушку кладут в собачью будку. Собака с ней играет, привыкает к запаху и потом запросто все находит. Так же обстоят дела и запрещенными веществами. Какие интересные игрушки у собак, оказывается, бывают. Как интересно. А, извини, человек до сих пор еще лежит, да? Да, конечно. Да, он точно живой еще, да? Да. Ну, давай еще поговорим, я не знаю прям. В этой полицейской школе для собак живет 73 животных. После интенсивного двухмесячного обучения они по очереди патрулируют город или дежурят в аэропортах. А выходные дни тренируются по несколько часов в день. На содержание 73 собак государство выделяет 46 тысяч солей каждый месяц. Ведь эти собаки, к тому же, патрулируют помещения и участки, куда приезжает сам президент. Человек еще лежит? Я просто переживаю. Мы стоим уже полчаса, говорим, человек лежит еще, да? Да, конечно. Давай собаку, давай найдем уже, значит, дай бог, чтобы она уже нашла живого. Господи, прости, давай. Я специально засекла время, за которое пес справился со своей задачей. Ему хватило чуть меньше полутора минут. Вот бы своих научить так находить ключи или телефон. Он... Хотя, кого я обманываю? Он точно там? Он живой? Где? Так никого тут нет. Здесь он. Вот он, смотри. Ну что, выходи. Ха-ха-ха! Вы живы! Ну, как ты, не очень, да? Да. Говорить, говорить не можешь. Да. Это, честно сказать, не то, чтобы мы хотели, чтобы ты так лежала. Собака не могла тебя найти, понимаешь? Да он очень глубоко. Это невозможно. Вы ставите нереальные планы, ребята. Вот это да. И как там было, прохладно или такси? Сыро, замкнуто. Очень... Я видела сложные работы. У тебя очень сложная работа. Как вы решаете, кто будет лежать в яме? И как, вы бросаете монетку или спичку тянете? Чтобы вы правильно понимали, я не работаю полицейским. Моя работа в том, чтобы я прятался под землей. На этом все. Я поняла. Ну, я рада, что ты живой и вышел. Ну, что скажешь, Доберман Султан молодец. Не прошло даром 4 года тренировок. С его гидом Карлосом именно так называют человека, который отвечает за ищи. Три магнитофона, три портсигара отечественных, куртки замшевые, три. Понимаешь, бомба, взрывчатка, человек живой, а? Все нашел. Молодец, молодец. Вот это ты собака. Так бы я забрала бы тебя себе, может быть, тоже бы мне нашел кого-нибудь. Но уже поздно, у меня три бесполезные собаки живут. По уровню безопасности Перу находится на 73-м месте среди сотни других стран. В последнее время ситуация с безопасностью в городе сильно накаляется. Мы не чувствуем себя спокойно из-за большого количества приезжих венесуэльцев. На север и запад города, но свой лучше не совать. Первое, о чем мне попросили, когда я прилетела в Лиму, это убрать ценные вещи подальше из вида, а телефоном пользоваться в машине, чтобы у меня его не выхватили из рук на улице. Чем опаснее район, тем больше в местной больнице пациентов с ножевыми и огнестрельными ранениями. Для этого полицейские часто патрулируют город, чтобы преступлений было как можно меньше. В месяц работники полиции получают от 1600 солей, а официальная минимальная зарплата в Перу составляет 930 солей. И если люди с высшим образованием могут рассчитывать и на более высокие цифры, то многие жители Лимы будут получать 500-600 солей, ведь они в лучшем случае закончили школу. Вот, например, Мартин. Из-за того, что его компания обанкротилась, он был вынужден искать работу прямо на улице. Бонус! Да, 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 пожалуйста. Такой, не говори. В общем, тем, кто не умеет парковаться, тут в Лиме просто рай. Один соли, и ты припаркован. Класс! Таких парковщиков, как я, называют «далле-далле». И конкуренция у нас огромная. Каждый работает строго на своей территории и не мешает остальным. Вот так вот, работая с 7 утра и до 5 вечера, Мартин может помочь 10-15 водителям. А они же взамен оставляют ему чаевые. От 1 до 5 солей. При этом он не только паркует, но и следит за безопасностью авто, чтобы никто ничего не украл и не угнал. Всю прибыль я забираю себе. Так же, как это делают и остальные. Разумеется, эта деятельность незаконна. И по-хорошему их должны оштрафовать за неуплату налогов. Но им повезло, так как у полиции нет на них времени. А у налоговой нет специальной службы, которая бы ходила по улицам, контролировала их и штрафовала. Не шикует и Юрий со своей семьей. Ведь она живет в доме своего дедушки. Ну, как в доме? В одной из комнат этого дома. Так как после смерти деда его огромная семья разделила недвижимость на маленькие кусочки. Отдельного внимания заслуживает район, в котором живет семья. Ведь меня только ленивый не отговаривал сюда ехать. Ведь здесь не только могут технику отобрать, но еще и чего хуже. Если вы сюда приехали в гости, то вас никто не тронет. Будут вопросы, говори я к таким-то. И к тебе больше не будет никаких претензий. Но если ты решил просто поглазеть на жизнь других, пеняй на себя. Так как я добралась до Юрии без происшествий, то самое время показать ее комнату, в которой также живут ее дети, родители и брат. Скажи мне, а где твой муж? Развелась два года назад. А почему вы развелись? Непутевый он, одни проблемы. А с детьми он видится или нет? Да, но вот деньгами не помогает. А деньги нужны. По словам Юрии, заводу, свет и интернет сбрасываются всем домом. Из каждой квартиры получается примерно по 20 солей за каждую услугу. На питание уходит минимум 300 солей. И то я покупаю только самое необходимое. Ты работаешь? Я занимаюсь перепродажей одежды. Но это не особо прибыльно. К тому же сейчас болел ребенок, и все сбережения ушли на лекарства. А работать в это время я не могла. Поэтому счета мне помог оплатить брат. У него в нашем доме есть своя мастерская. Сын Юрии – будущий выпускник. А пока он заканчивает школу, параллельно помогает своему дяде в мастерской и уже тоже немного зарабатывает. А младшая только собирается пойти в первый класс. А ты мне скажи, а ты школу закончила? Я отучилась только в одном классе начальной школы. Только один класс и все. А что ты делала потом? А потом начала работать. Ну, ты хочешь, чтобы она училась в школе и закончила школу? Или, в принципе, если она не захочет учиться, то, как и ты, в принципе, ничего страшного не будет. Конечно, это очень важно. Без этого не найти хорошей работы. Ни судьбы нормально не устроить. Я не хочу, чтобы дети повторяли мою жизнь. Поэтому, малышка, учение – свет, а не учение – свет и на работу. Как сказал не я, конечно, но правда, ешь и учись. Наличие образования и хорошо оплачиваемые работы в Лиме открывает перед тобой много дорог. Ведь даже рожая в бесплатном госроддоме, придется пройти через парочку кругов ада. В государственной больнице иногда выстраивается целая очередь из женщин, которые в ближайший час станут мамами. И многие попадают в палаты только тогда, когда ребенок вот-вот появится на свет. Роды в таких больницах бесплатные для всех госработников, у которых есть страховка. Но вот условия здесь… так себе. В таких больницах нет индивидуального подхода. Там будто бы конвейер. В частных же больницах есть и отдельные палаты, и комфортные условия. И полная забота со стороны персонала. Вот правда, стоит это удовольствие от трех тысяч солей. Вот так вот к роженице могут приходить гости, сидеть на этом диване. Мамы, папа, соседи, муж, как-то сказать, вот так вот свисюкать, люлюкать, радоваться. Один день, если все нормально. А завтра все домой уже. Поэтому, в принципе, что приходить, уже дома все увидятся. А где находится младенец, я вам прямо сейчас покажу. Вот тут малыши находятся. Их сейчас разобрали, всем к мамам отвезли, чтобы их покормили, потом вернут. Вот, и будут они потом здесь все лежать. Ох, красота! Как вспомню, как я лежала в таких кроватках, когда родилась. Вот, давно это было. Практически 70% наших пациенток рожают при помощи Кесарева. Так как это гораздо быстрее, и они сами могут выбрать дату и время родов. Перу однозначно надо увидеть своими глазами. И никто лучше ВИПа к вам в этом не поможет. Компания с большим опытом и глубоким знанием страны. А также со своим туристическим транспортом и отелем в лучшем туристическом районе Лимы. Мирафлорес. Подбор лучших гидов, отелей, самых удобных авиаперелетов и самых интересных экскурсий. Для роженец в Лиме нет никаких особенных запретов в еде. Да и как здесь удержаться, если перуанская кухня признана самой разнообразной в мире? Два ресторана из Лимы входят в топ-10 лучших ресторанов мира. А наши повара часто получают звание лучших мастеров своего дела. То, что здесь миллион видов картофеля, мы уже выяснили. Но вот с блюдами разобраться куда сложнее. Ведь их в 10 раз больше. Поэтому я решила не сильно морочить вам голову. И приготовлю вместе с шефом Патриком самое главное блюдо в перуанской кухне. Севичи. Из рыбы и осьминога. Сколько надо времени, чтобы приготовить это блюдо? Мало, всего 10 минут. Да ты что! О, такое мне нравится. Девочки, записываем рецептик. Так, ну давай тогда, Патрик, так сказать. Начинаем. С чего надо начинать делать севичи? Для начала нарежем наши ингредиенты. А потом приготовим молоко тигра. О, ну класс. Давай. Молоко тигра мне понравилось. Поможешь? Конечно, я же. Берем кинзу и нарезаем ее мелко. Я, конечно, была уверена, что буду помогать разговорами, шутками. Ну, как всегда. Вдохновлять, в конце концов, шефа Патрика на его шедевр. Но, видимо, придется и правда поработать. С моей помощью блюдо будет готовиться далеко не 10 минут. Ну, ладно, что тебе сказать. Если вы еще не пробовали севичи, то должна вас предупредить, он очень кислый. В Лиме вот каждая хозяйка дома может готовить севичи на обед. Да, ведь это самое популярное блюдо в Перу. Нарезав все ингредиенты, приступаем к приготовлению молока тигра. Для этого добавляем в блендер сельдерей, белый лук, имбирь, зубчик чеснока, сок лайма, сырую рыбу, рыбий бульон и даже лед. Соус должен быть холодным. Так, слышишь, еще можно 100 грамм добавить, и будет хороший напиток. Ну, мы решили не пополнять и без того разнообразную перуанскую кухню моим новым авторским рецептом. А пока я процеживаю смесь, которую мы приготовили в блендере, задам вопрос, который мучает меня последние 10 минут. А скажи мне, почему молоко тигра-то? Почему не леопарда? Полученный соус считают афродизиаком, а тигр – очень темпераментный зверь. И очень подходит для этого названия. Ммм, так бы сразу и сказала, то вот это вот. Помоги мне, помоги. Я сделала все, что могла, а теперь готова дегустировать. Итак, два вида кукурузы, лук, сладкий картофель, осьминог, рыба, листья. И вот я тут вижу вот мою петрушечку, которую я порезала. Так что должно быть неплохо. Очень вкусно. Мне очень-очень... Остро и кисло. Этого мы и добивались. Ты рад, да? Джанни тоже частенько делает для своих мужчин сивичи. Ведь они любят собираться всей семьей за ужином и обсуждать, как прошел день. Квартира, в которой живет семья, находится в престижном районе. И купили ее они ровно 15 лет назад. Вообще дорого здесь, блин, и покупать свое жилье. Раньше было легче купить квартиру, были лучшие условия по кредитам. Сейчас это нереально. А ты, Сонаря, как считаешь? Считаю, все зависит от конкретной экономической ситуации в стране. От уровня инфляции, от прироста ВВП. Мне что, и понравилось, знаешь, что мама у сыночка спросила, как ты считаешь экономическое вообще составляющее в Лиме, на твой взгляд, на сегодняшний день. У мужа не спросила. А если сегодня эту квартиру продать, сколько она будет стоить? Я не знаю, у кого вы не спросите уже. У ребенка? У папы? Ну, что сказать. Мы купили эту квартиру за 115 тысяч солей. Сейчас же она стоит почти 400 тысяч. И хорошо, что купили квартиру. Ведь сейчас за аренду похожего жилья платили бы минимум 3 тысячи солей в месяц. А вот коммуналка семьи обходится примерно в 6 сотен. А скажи мне, пожалуйста, ты как взрослый человек уже, кто в доме главный, мама или папа? Это сложный вопрос. Нет, подожди, мама, ты про экономику спрашиваешь, а тут вот это сложный вопрос. У каждого из нас своя роль. Папа, например, отвечает за защиту. Это в чем, в чем это выражается? Когда маме ночью хочется чего-то сладенького, то он приносит ей десерт. Хорошенький мне защитник, я хочу сказать. Так, а мама нападающая, наверное, на холодильник, да, по ночам? Да-да. Ой, такая стандартная история. Конечно, всей планете одно и то же в семье, понимаешь? Дети за два счета все семейные тайны могут выдать. В очередной раз в этом убедилась. А скажи мне, тебя вот за что-то родители наказывают? Я не знаю, за плохие оценки, если ты там не уберешь у себя в комнате, если ты там обманешь родителей? Да, конечно. Забирают телефон, я угадала? Да, да. Этот метод, я тебе скажу, на всей планете действенный. А что еще? Чем еще тебя могут наказать? Не пускают гулять, запрет на телевизор или компьютер. Но у нас есть и система поощрения. Если он хорошо учится, достигает поставленных целей, помогает нам, он получает приз. В виде конфет или, не знаю, денег. Он решает сам. Озвучивает свои желания, а мы думаем, можем ли мы позволить себе такую покупку. Вот недавно купили ему компьютер. До этого покупали приставку. Ничего себе, нормалюте цели. Может, очень легкие, что-то, таких расы добиваешься. Ну, молодец, я тебе хочу сказать. Вот это я понимаю. Для комфортной жизни в Риме нашей семье нужно 15-20 тысяч солей. Но вот когда сын поступит в университет, понадобится чуть больше средств. Вы знаете, в университет в Перу поступить оказалось очень сложно. Потому что для этого, чтобы поступить, нужно быть очень умным. Ну, скажите, это нормально. Но еще это очень дорого. Вот, например, в этом университете год обучения стоит 20 тысяч солей. Ну, это же бешеные деньги. Тем более, это минимум. Это минимум. Как известно, за все хорошее надо платить. Лима вообще считается студенческой меккой для всех перуанцев. Ведь если ты хочешь добиться больших успехов в своей стране, то тебе надо поступать в один из университетов столицы. И оказывается, здесь особенной популярностью пользуется не факультет компьютерных технологий или, например, пластической хирургии, а здесь выстраиваются очереди на факультет археологии. Быть археологом в Перу – это престижно. Здесь каждый день ведут раскопки и постоянно находят новые артефакты. Я и сам участвовал в раскопках гробницы и нашел глиняный горшок, которому тысячи лет. Обучение длится пять лет. И к концу учебы многие находят перспективную работу и начинают хорошо зарабатывать. Но есть и те, кто прекрасно себя чувствует и без диплома о высшем образовании. И это шаманы. Жители Лимы, в отличие от других перуанцев, редко пользуются услугами шаманов. Зато туристы выстраиваются к ним в очередь. Побойтесь Бога, мы же верующие люди. Я не верю в шаманов, все они мошенники. Сезар не раз слышал в свою сторону такие упреки, так что ему не привыкать. Ведь пока одни болтают, другие поминутно заполняют его график приемов. И сегодня мне чудом удалось к нему вклиниться, чтобы раз и навсегда разобраться, стоит ли доверять шаманам. Мне сказали, что вот к шаманам здесь ходят только туристы. А местные жители считают, ну, чуть ли это не шарлатанством. Вот как ты к этому относишься? Я могу понять таких людей. Ведь есть те, кто делает на этом бизнес. И кроме денег и желания наживы, их ничего не интересует. Человек с даром никогда не попросит деньги за свои услуги. Ведь его способности ему достались бесплатно. И помогать людям – это его миссия. Ну хорошо, если ты не берешь деньги за все эти обряды, за что ты живешь? Деньги нам платят, но исключительно в добровольной форме. Кто-то может дать пять солей, а кто-то сотню. Некоторые вообще ничего не дают, и это нормально. Я принимаю всех и отношусь ко всем одинаково. Был в моей жизни эпизод, когда пришлось обратиться к шаману, потому что другого выхода я уже не видел. И мне действительно никто не просил заплатить за сеанс. Я оставил ровно столько, сколько мог. А скажи мне, вот ты же говоришь, что ты профессионал. Ты, вот если увидишь других шаманов, как ты поймешь, что он шарлатан или такой серьезный профессионал-шаман? Дам один совет. Если человек говорит вам, что излечил вас от всех болезней, а вы ему должны за это пять тысяч солей, например, не верьте ему. Мы не волшебники, мы проводники. И через себя пропускаем энергию, которую направляем людям. И результат зависит не только от нас, но и от самих людей. Я не просто так задала эти вопросы. Ведь очень часто и местные жители, и туристы попадают в руки к настоящим мошенникам, думая, что они сейчас откроют им третий глаз. А в реальность они их в лучшем случае грабят. Уже не раз были случаи, когда во время популярного сейчас обряда айуаски людей водили в транс, а потом применяли к ним насилие или обчищали до нитки. Но благо нет никаких законов о неприкосновенности шаманов. Поэтому всем лже-специалистам грозит вполне реальный тюремный срок. А всем желающим пройти модный в последнее время обряд советую послушать и мнение врача. Каких-либо противопоказаний касательно айуаски у нас нет. Но не стоит забывать, что галлюциногенный отвар может вызвать тахикардию, гипертонию, сильную рвоту, диарею, а самое главное, может стать триггером для шизофрении. Вот и думайте теперь, надо оно вам или нет. А я считаю, что традиционная медицина превратилась в бизнес. Врачи пичкают людей таблетками, чтобы заглушить последствия болезни. Я же как целитель и хиропрактик стремлюсь найти причину этой болезни и вылечить именно ее. И поверьте, ко мне приходят часто даже практикующие хирурги, ведь не все можно вылечить препаратами или с помощью операции. В Лиме запросто на одной и той же улице могут принимать несколько шаманов, находиться около 10 аптек или продуктовых лавок. Ну а рынок с одним только картофелем вы и так уже видели. По одной из версий, так делают для удобства клиентов, чтобы они пришли в одно место и выбрали то, что им нравится. По другой же версии, хитрые продавцы понимают, что на какой-то улице у кого-то успешно идет бизнес и открывают в соседнем доме то же самое. Ведь место намоленное, так сказать. Вот и похоронное бюро решили не отставать от местных тенденций. Похороны в Лиме стоят от 4 тысяч соли. Но если у людей нет таких денег, они могут обратиться в специальную организацию, которая им все сделает бесплатно. И у этих организаций даже есть свои кладбища, которые тоже абсолютно бесплатны. Ну да. И таких людей немало, ведь многие живут очень скромно до самой старости. Пенсия в Лиме наступает в 65 лет для всех полов и профессий. И если на протяжении 20 лет вы или ваш работодатель отчисляли деньги в пенсионный фонд, а именно 12% от зарплаты, то вы можете рассчитывать на выплаты от государства. Хватает ли этих выплат и как вообще живется местным пенсионерам? Сейчас буду узнавать у Виктора и Кармен. Что нужно начинать делать в молодости, чтобы классно встретить свою старость? Искать высокооплачиваемую работу. Ведь если ты получаешь минималку, как многие из нас, то большой пенсии не стоит и ждать. А еще заниматься спортом. Ведь благодаря нашему спортивному прошлому у нас не так сильно болят колени и не простреливают в пояснице, как у других. И мы можем продолжать работать. Но я считаю, что это забота государства. Ведь как можно прожить на тысячу солей? Объясните мне. Государство должно грамотно распределять наши деньги, инвестировать их куда-то, получать проценты. А не ждать, пока молодежь пополнит пенсионный фонд, чтобы мы получили свои гроши. А как вы считаете, чего пенсионерам в Лиме не хватает, кроме денег? Нормального медобслуживания. Наша система здравоохранения просто отвратительная. Тебя вечно отправляют в разные клиники, а там везде очереди. Если тебе срочно нужен врач, то запишут тебя на прием не через 20. И то, если повезет. Пока до тебя дойдет очередь, можно отойти в мир иной. До пенсии Виктор работал на рыболовецком судне, а сейчас трудится на заводе по изготовлению гаек. А вот Кармен как работала, так и продолжает работать медсестрой. И сейчас присматривает за больными стариками. А я знаю, что ваш прадедушка был президент Перу. Это правда? Да, так и есть. Дед по маминой линии. В те времена все было так нестабильно, что президенты менялись чуть ли не раз в месяц. Поэтому до нас не дошло ни единой привилегии. А вот на ваш взгляд, что самое главное в жизни? Жить так, чтобы твои дети и внуки тобой гордились. Быть для них отличным примером. Делать добро и оставить добрый след после себя. А какой вы, как вам кажется, оставили след в этой жизни? Это наши дети, которым мы подарили всю нашу любовь. Мы ничего с собой не заберем, но надеемся, что в их памяти останемся в виде самых теплых воспоминаний. Жизнь каждого из нас рано или поздно подойдет к концу. И каждый останется наедине с самим собой. И самое важное, оглянувшись назад, понять, что ты прожил эту жизнь не зря, что ты сделал гораздо больше, чем хотел, и навсегда остался светлой памятью для всех своих родных. Субтитры создавал DimaTorzok Про Лиму говорят разное. Кому-то здесь небезопасно, кому-то вкусно, кому-то красиво. Для одних это город возможностей, а другие же еле сводят концы с концами. Но в любом случае, Лима – современный город, с отличной кухней и доброжелательными людьми, которые лучше всего могут рассказать о своем городе. У нас красивая природа, но порой небезопасно. Здесь живут добрые люди. Но на дорогах творится полный бардак. У нас вкусно, но медицина хромает. У нас богатая история. Но впереди еще полно побед. Нет никакого смысла сравнивать свою жизнь с жизнью других. Ведь на одни и те же вещи мы смотрим по-разному. Кто-то видит проблему, а кто-то – новую возможность. У одних опускаются руки, а другие бьются до последнего. Кто-то скажет, почему я? А другой с благодарностью примет все, что ему дает судьба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok